Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я работаю педагогом-психологом в детском саду. На индивидуальные занятия ходит мальчик 6 лет с 2 ГЭТИКами. Занятия проходят хорошо, выстроены согласно мальчику. Но вчера вечером, вчера мама мальчика позвонила заведующей и сказала следующее. Ребёнок очень изменился, сказала, что к тёте, которая ехала на занятия, то есть я в детском саду, непонятно почему, воспитатели детям говорят, что я тёта, запрещают мне говорить о том, как дела и как проходят уроки. Я была, ну, очень удивлена, потому что на уроках я такое не практикую. Вот завтра приедет разбираться мама этого мальчика. Я, если честно, ура, сервис, я так начала свой путь, только вот выучилась, устроилась. Оправдываться завтра, я же так не говорил, понятно, что родители верят ребёнку больше. Есть одна мысль, почему, возможно, ребёнок такого сказал. У него есть брат, они близнецы, и вот один ходит ко мне, другой нет. И другой, когда встречал меня, всегда спрашивал, когда я возьму его тоже. Возможно, ребёнок, ходящий ко мне на занятия, таким образом хочет добиться, чтобы либо мы вместе ходим, либо не ходим вообще. Но это как одна из теорий. Даже не представляю, как завтра себя защитить, донести традиции, что я такое не практикую с ними, да и не говорил таких слов. Не хотят заниматься, но хорошо, это их решение, их ответственность. Смотрите. На мой взгляд... На мой взгляд... Вы демонстрируете... Сейчас... Некий внутренний конфликт, Который... Ставит под сомнение Не то, чтобы Вашу правопригодность. Но Больше, наверное, То, насколько вам интересно То, что вы делаете. При этом Ставит под сомнение Также и то, Насколько вы реалистично Воспринимаете все аспекты своей работы. Дело в том, что В данной ситуации вы Столкнулись с... Таким аспектом, которые, на мой взгляд, способствуют, в том числе Профессиональному выгоранию. Вот. То есть, как, когда Мы Складываемся в... Ну... В какую-то работу, да В какой-то труд В какое-то занятие. И... Получаем от этого, в принципе Ну... Довольно негативные Эмоции. Вот. Получаем от этого, в принципе Довольно негативные Моменты Вот. В виде, как раз, вот Таких Ну... Таких Таких родителей, скажем так, да Которые, вот Ну, ведут себя Таким образом. И если в этом смысле мы не простроим Личные границы, да Если мы не Научимся, можно сказать В какой-то степени Отделять Себя от Того, что происходит Например То... Нам Будет, в общем-то, очень Тяжело Потому что Люди Которые Не ценят То, что Делаете вы люди, которые пытаются как-то обидцей не всегда принизить, самое главное, люди, которые подвергают, скажем так, сомнению то, что вы делаете, такие люди будут всегда. И, пожалуй, что это проверка, с одной стороны, на то, насколько вы уверены в себе, да, насколько вы уверены в том, что делаете, насколько вы уверены в том, чем вы занимаетесь, вот, насколько вы уверены в том, что, ну, то, что вы делаете, это ваше, это действительно ваше. Вот, это, это с одной стороны, а с другой стороны, это, конечно, вот само собой, это такая проверка, как бы это не, ну, как бы печально это не звучало, да, но это проверка на вашу устойчивость, вот, встречать вызовы. Вот, то есть, если вы, ну, работаете, наверное, с людьми, то, наверное, нужно как-то учитывать, что люди есть далеко не самые такие мягкие, бесконфликтные и так далее. Необходимо понимать, что к профессии психолога многие относятся с недоверием до сих пор. И считают профессию, в общем-то, в лучшем случае какой-то странный, это в лучшем случае. В худшем случае считают профессию временной, вот. Вот. Необходимо понимать также, что на результаты психотерапии чаще всего негативно реагируют именно родители. И, на мой взгляд, по крайней мере, из того, что вы написали, мне показалось, что ребенок больше озвучивает мысли, чувства, желания своих родителей. То есть, на мой взгляд, по крайней мере, вот так мне это видится. Это именно родительское проецирование, именно родительское проецирование, как бы, того, что происходит с ребенком. Может быть, это даже не его слова. Вот. Поэтому здесь вам необходимо увидеть, в чем заключается ваша тревожность. И чего вы боитесь. На мой взгляд, скромность. Поскольку вы только начали работать, и я полагаю, что опыта у вас немного. На мой взгляд, вам необходим супервизор. То есть, более старший коллега, который бы вас вел. Вот. Потому что, вполне возможно, что вы взяли на себя какую-то задачу более сложную, чем вы можете, ну вот, на данный момент потянуть. Вот. Сюда добавляется чувство вины. Которая вас, ну, беспокоит. Ну, беспокоит. Вот. Что является следствием нарушения личных границ. Ну, вами личных границ. Вот. То есть, то есть, вот то, что происходит, да, как бы, ну, нарушает ваши личные границы. Вот. И, собственно, если у вас есть в себе сомнения, да, если вы в себе сомневаетесь, скажем так. То это тоже даёт о себе знать. Вот. Это даёт о себе знать, если вы в себе сомневаетесь. Поэтому, какая-то такая здесь история, я думаю, что здесь вопрос не в том, что сказать. А здесь вопрос заключается в том, на мой взгляд, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Вот. В этой ситуации. Именно, конкретно, с какой проблематикой вы здесь столкнулись своей. Увидеть её, проработать, подкорректировать предельно важно. Если, конечно, вам это интересно. Вот. Такая какая-то история. Необходимо понимать, что, что бы вы не сказали. Ну, условно, что бы вы не сказали родителям ребёнку. Вот. Всё равно они, в этом смысле, скорее всего, останутся при своём мнении. Вот. Ну, они будут, будут правы, пожалуй, они будут правы, потому что они находятся на стороне своих детей. Вот. И вполне логично, что они будут защищать свои интересы детей. Но, в первую очередь, свои. Вот. Понимаете? Вам не хватает уверенности в себе. Вам не хватает, вероятно, чёткости своей цели. Вот. Ну, то есть, понимание того, какая у меня цель. Понимание того, вот, чего я хочу в этой ситуации. Что для меня важно. Для чего я здесь, для чего я на этом месте. Ну, и, конечно, чёткое видение своей позиции. Вот. Как-то так. Я повторюсь. Если вы сталкиваетесь с своей проблематикой здесь, в этой ситуации, то ваша проблематика нуждается в корректировке. В любом случае. Так или иначе. Ну, вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.